Погода снова испытывает Волгоград на прочность. Последствием обильных снегопадов стали занесенные проезжие части и тротуары. Центральный район Волгограда накануне вечером проинспектировала глава города Ирина Гусева, и результаты проверки оказались не самыми положительными. Подробности у Екатерины Караваевой. В самом центре Волгограда на площади павших борцов своевременная расчистка проезжей части и пешеходных дорожек особенно актуальна. Здесь проходит большой транспортный поток, а также располагаются многочисленные кафе. На тротуарах и в скверах снег вручную убирают сотрудники предприятий городского хозяйства. Работает и спецтехника, однако, по словам автомобилистов, коммунальщики не совсем справляются с поставленной задачей. Первую машину, единственную, я увидел до снегопада, где-то в часов 12, больше ни одной машины не видел. Затруднительная езда, во-первых, куча аварий. О том, как справляется спецтехника и коммунальные службы с последствиями стихии глава Волгограда в ходе рейда спрашивал у самих горожан. Ты увидели людей в жилетку, что чистят технику? Видели сегодня или не видели? Честно говоря, а то мои подчиненные все видели. Я, честно, мало по городу ездил, но особо не видел. Ирина Гусева осталась не совсем довольна и результатом лично проведенной проверки. Первое, что бросилось в глаза во время объезда, без дела стоящие снегоуборочные машины. Что у нас техника стоит? Она что тут делает? Можно узнать? Ну что она тут делает? Она у нас под мостом. Расчистку тротуаров на Аллее Героев оценили положительно. Однако немало вопросов вызвало состояние территорий возле гостиниц и ресторанов, аптек и других торговых точек. Несмотря на заверение, что многие предприниматели организовали уборку уже с раннего утра, проверка показала, подходы ко многим объектам завалены снегом. Ирина Гусева обратилась к предпринимателям с просьбой позаботиться о своевременной расчистке входов в помещения и подъездных участков, а также дала задание представителям районных администраций более ответственно подходить к уборке вверенных территорий. В целом в эти дни на улицах Волгограда работают почти 100 единиц спецтехники, а проезд транзитного транспорта временно ограничен. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».